Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс сочинения «Наследники Победы». Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Всероссийский патриотический лагерь наследники Победы», посвященного 75-летию победы в битве на Курской дуге. Темлидер волонтерского корпуса Новосибирской области Евгений Беспалов у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. По поводу сочинения. Каким оно должно быть? Во-первых, кто его может написать? Кто участвует? Да. В данном конкурсе могут участвовать лица с 14 до 17 лет. Это очень строго. Нужно написать сочинение на одной из трех тем. От каждого участника принимается по одному сочинению. Темы три. Первая тема. Герою Курской битвы посвящается. Здесь нужно рассказать о герое Курской битвы с изложением его краткой биографии, истории участия в битве на Курской дуге. То есть это должна быть история про какого-то своего родственника? Или необязательно? Или это необязательно? Возможно, это ваш родственник. Возможно, вы просто вдохновитесь после прочтения о каком-либо герое и о нем напишите сочинение. Вторая тема. Герой Курской битвы в моей семье. Здесь нужно рассказать о герое Курской битвы с указанием семейной принадлежности, семейных связей и отношений. То есть здесь уже более тема можно раскрыть именно про свою семью. Вот. И третья тема. Это герой, живущий рядом. Рассказ о людях, совершивших подвиг, проявивших доблесть, отвагу при защите интересов страны, в спорте, в трудовой деятельности, в экстремальных ситуациях. То есть здесь тема более обширная. Можно выбрать... Не привязана к Курской битве. Да, не привязана она к теме. Может быть, это какой-то современный герой. В общем, тема определена. Это героизм в основном. И по объему есть регламент? По объему регламента нет. Только важно, что сроки приема заявок нужно отправить заявку до 23 апреля. Это вместе с сочинением. Да, то есть заявку и сочинение нужно отправить до 23 апреля на сайте АИС Молодежь России. Нужно подать эту заявку и там это сочинение прикрепить. Потом до 9 мая будут обработаны все работы и до 16 мая будет объявлен победитель. Только один? Нет, с региона может быть несколько победителей. Квоты никакой нет на регион. То есть, в принципе, это может быть как один человек, так и пять, так и десять. Интересно. То есть, если это конкурс, значит, там есть какие-то призы? Ну, приз это поездка в лагерь «Наследники Победы». Этот лагерь проводится первый раз, этот конкурс проводится первый раз. Поэтому шанс попасть туда очень большой. Но, в принципе, будет интересно поучаствовать, я думаю, тем более возраст. От 14 до 17 лет нечасто у нас такие конкурсы проводятся, куда человеку можно выехать в этом возрасте. А где будет располагаться патриотический лагерь? Он будет располагаться в Курской области в период летней и здоровительной кампании. Ну, я и хотел бы сообщить, что, скорее всего, те, кто победит, у них будет возможность побывать на тех местах, на местах сражения. Это будет какой-то сезон, там, не знаю, неделя-две, что они там будут делать? Конкретно я не могу, да, в данную минуту ответить на этот вопрос, но это будет стандартная образовательная смена, как стандартная, там, в лагере, там, ну, в районе 10 дней эта смена будет проходить. Ну, по опыту всех международных форумов, которые проводятся там. Образовательная, наверное, как-то в плане истории и патриотизма? Да, скорее всего, да, это и встреча с героями, например, там, с какими-то, которые как-то связаны с этой битвой, встреча с какими-то известными людьми, посещение мест каких-то, то есть экскурсии какие-то. То есть программу пока никто не обнародовал, потому что еще время есть, то есть конкретно, что там будет, пока информации нет, пока только собираются заявки. А кроме сочинения какой-то, будет еще отбор, какая-то беседа с участниками, там, творческие, какие-то еще вещи? Ну, заявлен только вот этот этап, как сочинение, возможно, чтобы проводить скайп-собеседование, телефонное интервью какое-то с теми участниками, которые наберут наиболее количество баллов, например, или те участники, которые будут, ну, напишут это сочинение более ярко. То есть оргкомитет, он будет выбирать самостоятельно, а как он будет выбирать, к сожалению, ни в одном конкурсе этого не говорят. И кто будет выбирать конкретно, тоже непонятно, да? Ну, есть организаторы конкурса, которые заявлены, там это Роспатриотцентр и Курско-региональное отделение детско-юношеской общественной организации Ассоциация Витязи, то есть оргкомитет состоит из них, я думаю, представители этих органов и будут выбирать. А есть какая-то уже статистика, сколько людей уже успели отправить? Такой статистики нет, потому что очень редко, когда дают статистику на регионы, поэтому мы не можем ответить на этот вопрос. По всей стране, может быть, уже есть какая-то цифра, сколько уже собрали на сегодняшний день? Ну, там уже счет идет на тысячи, конкретно, как бы, точной цифры нет, да. Но заявки они принимаются с 15 февраля, то есть уже, как бы, там около месяца прошло, в принципе, и до 23 апреля они будут приниматься. Отличный способ, между прочим, потренироваться в статье написания сочинений к Игорь. Ну, да, либо там дети с родителями, например, тоже могут им помочь, в принципе, если ребенок сам не может что-то написать, да, или просто окунуться в историю. Вы, как участник волонтерского корпуса, участвовали, наверное, в подобных конкурсах, где нужно было что-то написать. Можете от себя посоветовать что-то, как выделиться, на что нажимать, когда ты пишешь сочинения, чтобы что-то выиграть? Мне кажется, главное писать от души и не придумывать никаких литературных слов, не смотреть ничего в интернете. В том году я подавал заявку на участие в конкурсе «Послы Победы», там нужно было написать эссе на одну из предложенных тем. Также были несколько тем. Я выбрал тему «Мое самое значимое событие в моей жизни», я писал об открытии Олимпийских игр, я был волонтером на Олимпийских играх. И там просто нужно подумать, с чего начать, и потом идет уже само, да, и все. Главное придумать первое слово, да, я так раньше в блоге писала. После рекламы вернемся и поговорим об анкурсе «Послы Победы». В конкурсе сочинения «Наследники Победы» могут принять участие лица от 14 до 17 лет, включительно проживающие на территории Российской Федерации. Конкурс для детей победителей окажется во Всероссийском патриотическом лагере «Наследники Победы». Есть еще конкурсы.